Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада вас всех видеть. Сейчас, без лишних предисловий, я хочу вам рассказать историю, которая произошла с моей подругой, не без моего участия. Малоприятную историю. Я извиняюсь, возможно, это видео будет чересчур такое эмоциональное, сумбурное. Я буду говорить много текста, но, если честно, я очень переживаю и мне сложно об этом спокойно рассказывать. Итак, история состоит в том, что мы с моей подружкой перед Новым годом посмотрели видео Елены Крыгиной, где она советовала свою бьюти-коробочку и показывала косметические средства, которые вошли в состав этой бьюти-коробочки. И одно из этих средств, это были вот такие вот увлажняющие патчи для кожи вокруг глаз. По несчастливой случайности, через несколько дней после того, как мы посмотрели это видео, мы оказались в одном из магазинов сети L'Etoile. Я увидела эти патчи и сказала своей подружке, смотри, это патчи, которые советовала Крыгина, давай купим, давай попробуем. Вот, и мы с ней купили вот такую розовую коробочку и бирюзовую. Розовые патчи это моделирующая маска для кожи вокруг глаз, а бирюзовые патчи это восстанавливающая маска для кожи вокруг глаз. Мы перемешали их между собой для того, чтобы попробовать и одни, и другие. Вот, и счастливые, значит, поехали домой. 31 числа, как и рекомендовала Крыгина, моя подружка приклеила эти патчи на свое лицо, сделала макияж, все было отлично, макияж держался очень хорошо, выглядела она шикарно в новогоднюю ночь. И 1 числа, когда она проснулась уже после того, как мы отоспались, у нее начала по чуть-чуть выступать немножко реакция на лице. И 2 числа, когда мы с ней пошли в кино, и я ее увидела, у нее кожа вот тут вот вокруг носа взялась очень такой сухой коркой, вплоть до того, что когда она улыбалась, как складочки такие образовывались. Но видно было, что под кожей идет какой-то воспалительный процесс. Так как она такой же аллергик, как и я, и вечно у нее какие-то проблемы там с желудком, еще чем-то, мы с ней обе решили, что это у нее реакция на все съеденное в новогоднюю ночь, на все выпитое в новогоднюю ночь. И просто печень отреагировала и дала вот такое вот воспаление на лице. И не придали этому особого значения. Вся эта реакция прошла за несколько дней, и все было нормально. Сегодня пятница, я снимаю свое видео в пятницу, в субботу на прошлой неделе, то есть 6 дней назад. Она решила еще раз повторить эту маску, наклеила эти патчи под глаза, проходила с ними 10 минут, все было нормально. Но через 3 часа после того, как она сняла эти патчи, на ее лице начали происходить ужасные метаморфозы. Я сейчас ставлю фотографии, я у нее спросила разрешение, она не против. Она за, чтобы я с вами поделилась, для того, чтобы возможно кого-то уберечь от подобных ситуаций. Как вы можете видеть, кожа выглядит как один сплошной ожог, как один сплошной отек. Вот эти вот воспаления под глазами, они были похожи на волдыри. Все было очень красное, раздраженное, воспаленное. Также это воспаление распространилось на зону между бровей и на лоб. И, конечно же, мы были в шоке, она мне сбросила фотографии. Я была в шоке, я не представляю, в каком состоянии она находилась, когда она это все увидела. Так как она медик, она посоветовалась со своими коллегами, она сделала себе укол. Я не буду говорить, что именно она колола, для того, чтобы вы не занимались самолечением, если, не дай бог, у кого-то когда-нибудь возникнет подобная ситуация. Также она напилась энтеросгелия, для того, чтобы вывести токсины из своего организма. Но эти препараты, они сняли ее воспалительное состояние буквально, возможно, на 10%. То есть, когда она в воскресенье утром проснулась, кожа выглядела буквально на 10% лучше. Естественно, в понедельник мы с ней помчались в больницу, в диагностический центр, в отдел, аллергоотдел, я не знаю, честно, как он правильно называется. Когда увидели это все врачи, то тут же начали принимать меры. Ей поставили капельницу, ей сделали несколько уколов внутри вены, ей сделали несколько уколов внутри мышечно. Ей назначили вот такой вот список лекарств, которые она начала пить уже с первого дня. Также ей назначили большой спектр анализов. Ей назначили обследования, такие как кардиограмма, УЗИ и так далее, для того, чтобы выявить, какие из органов отреагировали, в каких органах, возможно, есть какие-то последствия, какие органы воспалены. Что касается финансовой части этого лечения, то только в первый день она потратила на медикаменты, только на один день 500 гривен. Конечно же, она каждый день ездила на капельнице, она каждый день пила тонну лекарств, ей делали уколы для того, чтобы снять весь вот этот вот воспалительный процесс. Сейчас уже на коже практически ничего не видно. Медикаментозно ее вывели из этого ужасного состояния. Ну, конечно же, как вы понимаете, последствия еще неизвестны, так как она проходит обследование. Я делюсь с вами этой ситуацией для того, чтобы никто из вас не попал в подобную. Я не буду говорить, что вот эти именно патчи, они такие прямо ужасные, потому что мы видим на видео, как Елена Крыгина наклеивает их на область под глазами, делает пакияж, потом снимает, и с ней все в порядке. Я не буду говорить, что тут какой-то страшный состав, хотя он и химозный. Я просто хочу вас предостеречь. В принципе, природа аллергии, она не совсем известна, и не совсем изучена, и не совсем доказана, но основные из причин это могут быть реакции, если у вас не в порядке что-то с кишечником, если у вас что-то не в порядке с желудочно-кишечным трактом, если у вас что-то не в порядке, и у вас какие-то идут воспалительные процессы в организме, если у вас идут какие-то инфекционные процессы в организме, то, пожалуйста, поберегите себя, пожалуйста, не пользуйтесь подобными косметическими средствами, конкретно могу сказать за вот эти вот патчи, не пользуйтесь вот этими. Я, конечно же, на свою кожу их не наносила, и наносить не буду, я не успела, и очень хорошо, что я не успела сделать такую уходовую процедуру. Также хочу отметить, что моя подружка хотела ехать отдыхать, они с мужем запланировали отдых, она взяла отпуск, конечно же, отпуск накрылся медным тазом, потому что даже при том, что визуально ее уже вывели из этого состояния, и, возможно, организм тоже в скором времени все придет в норму, но в ее коже, вот этой, которая была воспалена под глазами, там скоплено такое большое количество токсинов, что если она выйдет на солнце, то у нее просто могут образоваться огромные пигментные пятна, которые она потом не выведет ничем, не знаю, может быть, лазерная шлифовка сможет помочь, но не факт. То есть, конечно же, об отдыхе уже не может быть и речи. То есть, вот так вот человек, ей сделали больничный на неделю, открыли, возможно, его продлят еще дольше, то есть, вот так вот человек, просто попробовав сделать вот такую вот увлажняющую косметическую процедуру, выпал из жизни на неделю как минимум. Я очень надеюсь, что не будет никаких последствий в ее организме, вот такой вот реакции, очень надеюсь, что все будет хорошо, и больше мы не столкнемся с этой ситуацией, забудем ее как страшный сон. Девочки, я вас очень прошу, если ваш организм как-то неадекватно реагирует на те или иные средства, то, пожалуйста, будьте очень внимательны к себе, пожалуйста, будьте очень внимательны к своему организму, к своему здоровью, относитесь к себе бережно, потому что можно вот так вот, вроде бы, казалось бы, безобидным средством, наделать себе вот такую вот огромную кучу проблем. Также хочу отметить момент, который не смутил меня изначально, лишь потому, что это же Крыгина посоветовала, и который смущает меня очень сильно сейчас. В упаковке не было никакого листка вкладыша с описанием. Из мер предосторожности и на самой упаковке, вот тут вот на торце и на самом патче, написано лишь, не наносить на поврежденную, раздраженную или воспаленную кожу, с осторожностью использовать при повышенной чувствительности кожи, прекратить использование в случае дискомфорта, только для наружного применения, беречь и детей, хранить при комнатной температуре. На мой взгляд, если это средство может вызывать такие сильные аллергические реакции, мне кажется, производитель обязан это писать на упаковке, и также обязан для таких косметических средств предоставлять какой-то лист вкладыш с описанием вообще, собственно, самого продукта, чего производитель не сделал, я не буду говорить лишнего, я вам рассказала ситуацию, я вам показала фотографии, вы делайте выводы сами, думайте сами и решайте сами. Также хочу отметить момент, очень многие косметические компании указывают на своих упаковках рекомендацию нанести за 24 часа, до того, как вы собираетесь использовать то или иное средство, его на запястье, ну, в общем, на какой-то нежный участок кожи, для того, чтобы протестировать и посмотреть, как отреагирует ваш организм. Возможно, если бы моя подруга наклеила бы этот патч себе на руку и увидела воспаление на руке, она бы, конечно же, не стала уже клеить его на лицо, но, к сожалению, она этого не сделала, поэтому я хочу еще раз отметить, не пренебрегайте данной рекомендацией, не пренебрегайте данным правилом. Также обращайте, пожалуйста, внимание на сроки годности косметических средств в момент покупки. Моя подружка приобрела, по моей рекомендации, два крема Триксолин, так как на них скидка в сети магазинов Космо, нанесла их на свое лицо, лицо очень сильно покраснело, среагировало, когда она проверила срок годности, оказалось, что оба крема просрочены, поэтому, пожалуйста, тоже не пренебрегайте этим правилом, и когда вы покупаете какие-то косметические средства, сразу же при покупке в магазине проверяйте их сроки годности, потому что, к сожалению, наши магазины грешат тем, что продают просроченную продукцию. Я очень надеюсь, что я была вам полезна с этим видео, я очень надеюсь, что я, возможно, предотвратила или уберегла кого-то от таких вот ужасных возможных последствий. Пожалуйста, будьте внимательны к себе, пожалуйста, будьте внимательны к своему организму. Всем огромное спасибо за просмотр, будьте здоровы и всем пока-пока!